Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. 100 лет Министерству просвещения Абхазии. Торжественное мероприятие состоялось в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Терапия, которая лечит ДЦП в столичной клинике Альбамед, прошел обучающий семинар по использованию бутылотоксина в гипологии. Новогоднее чудо для детей и взрослых. Ежегодное театрализованное новогоднее представление для детей. Президент Республики Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем Конституции. В поздравительном тексте, в частности, сказано, основной закон является прочным фундаментом российского государства и его успешного развития. Он обеспечивает приоритет прав и свобод человека, определяет демократический характер власти, законность и порядок. Народ Абхазии дорожит дружбой, с Россией всегда будет признателен за всестороннюю поддержку, оказываемую в течение всех этих лет. Уверен, что консолидированные отношения между нашими странами впредь будут динамично развиваться и укрепляться во благо будущих наших стран. 12 декабря свое столетие отмечает Министерство просвещения Республики Абхазия. Торжественное мероприятие, посвященное столетию Министерства просвещения, состоялось в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. В торжественном мероприятии принял участие вице-президент Бадра Гунба. В своем выступлении он поздравил сотрудников Министерства с юбилеем и зачитал поздравительный адрес от имени президента Абхазии Аслана Бжания. Министерство просвещения. Министерство просвещения. Министерство просвещения. Министерство просвещения. Продолжение следует... 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 лосося и к гумиста от устья до истока всего 35 километров исторически она начинала в принципе гумской абхазии от 3 кодор и до швейцквар и то есть до начала нового афона до конца села и широ все что касается заповедных территорий требует очень четкого определения границ второе это же конечно заповедный режим это проходная рыба которая живет в море и в реке и и 2 экологическая форма это ручьевая форель который живет только в реке поступление воды может за один час уровень и так подняться что ты перестанешь контролировать ее и все потонет и возможности появления гидроударов при эксплуатации самих генераторов еще сложнее вопрос кто-то был за кто-то был против потому что боялись сон не выдержать разработана специальная схема как бы переезжать все но мост выдержал кран поехали даже беглый осмотр речных пространств позволяет увидеть серьезную угрозу для экологии это мусор который мы зачастую оставляем после отдыха у речной воды вывозим строительный или бытовой мусор сваливая его в прибрежной зоне во всем мире фиксирует изменение климата и абхазия не исключение и мы должны понимать какие угрозы могут быть связаны с этим именно связаны с реками и с наводнениями так как у нас в абхазии очень много рек и они горные и стремительные воздействия наших рек на черноморское водное пространство имели огромное экологическое значение первые выпуск проекта реки абхазии смотрите в нашем эфире сегодня после выпуска новостей торжественное награждение победителей конкурса на знание русской абхазской словесности корни слов пройдет 13 декабря в средней школе номер один города сухом его проводит северокавказский федеральный университет совместно с министерством просвещения республики абхазии при поддержке союза журналистов республики абхазии летом 2024 года в абхазию начнет курсировать еще одна ласточка в рамках договоренности руководство предприятия абхазская железная дорога и ржд связи с повышенным спросом на данное направление было принято данное решение новый состав уже ввели в график движения поездов сообщает пресс-служба жиды в торгово-промышленной палате абхазии состоялась встреча президента тпп тамила и мирцхулава с делегацией краснодарского края во главе с анатолием ротаренко руководителем аналитического центра фонда центра координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства которая прибыла в республику с бизнес-миссией в целях укрепления развития экономического сотрудничества между краснодарским краем и абхазией гости предоставили подробную информацию о продуктах и услугах которые предлагают региональные предприятия краснодарского края в свою очередь стамила мирцхулава выразила готовность оказать необходимую поддержку обеспечить все условия для успешного взаимодействия абхазских и краснодарских предпринимателей в столичной клинике альбомед прошел обучающий семинар по использованию бутылтоксина в неврологии врач невролог профессор института имени бехтерева денис захаров рассказал и показал абхазским коллегам зачем и как нужно применять бутылтоксин в лечении и реабилитации инсульта дцп рассеянного склероза и других заболеваний сопровождающихся спазмом мышц подробностью в репортаже марьяны котовой 13-летний пациент столичной клиники альбомед с диагнозом детский церебральный паралич сегодня без посторонней помощи передвигаться не может но есть способ поставить его на ноги это ботулинотерапия спазмированная мышца можно расслабить уколов препарат содержащий бутылтоксин а затем с помощью упражнений научить мышцу работать правильно если мы в целом говорим например об инсульте это же сиюминутная мозговая катастрофа когда в результате которой мозг погибает погибает к сожалению раз и навсегда и когда мы сообщаем об этом пациенту пациент конечно несомненно начинают грустить и говорит доктор неужели мой мозг больше не восстановится мы спешим его успокоить что нет восстановление возможно но за счет чего соседние участки мозга могут и должны взять на себя функции пострадавших но эти соседние участки мозга как-то должны узнать что же мы хотим от них и это возможно только через занятия через лечебную физкультуру через комплекс упражнений которые должен делать сам пациент и вот спастика это нередко тот краеугольный камень который мешает нашему пациенту в реабилитационном пути с помощью инъекции ботулотоксина мы уходим от спастики и мы даем пациенту комплекс упражнений который он делает самостоятельно этот метод не новый в мировой медицинской практике ботулотоксин применяется довольно широко но в абхазии всего один специалист имеющий сертификат для работы с ботулотоксином неврологии это альбина ходжава между тем по словам доктора в абхазии должно быть больше врачей пользующихся этим методом для этого в альбометы организовали обучающий семинар мы пригласили неврологов кто кто интересуется этой методикой соответственно мы проинформировали нейрохирургов проинформировали лечебных инструкторов по лечебной физкультуре реабилитологов которые занимаются со спастикой черепно-мозговой травмы пациенты с рассеянным склерозом пациенты с болезнью паркинсона тяжелые стадии потому что там тоже мы можем им помочь как говорит доктор захаров сегодня сложно представить лечение заболеваний сопровождающихся спазмами мышц без применения ботулотоксина в россии препараты на основе этого вещества находятся в списке жизненно необходимых неврология реабилитология без применения ботулотоксина это уже вчерашний день если мы говорим о реабилитации в мире без применения ботулотоксина она автоматически уже не может быть достаточно эффективной какое-то время назад мы говорили с пациентами в том числе боясь с некоторыми предрассудками но и этот камень уже сдвинут я надеюсь что в кратчайшие в сжатые сроки мы сможем и в абхазии совместными усилиями с помощью вот и опять же клиники альбомед реализовать действительно эту ботулинотерапию как службу как помощь и в принципе наладив маршрутизацию это все действительно реально в абхазии получить лечение неврологических заболеваний с помощью ботулотоксина пока можно только в альбомед и хотя препарат стоит довольно дорого терапии в перспективе экономит гораздо большие средства у пациента упрощается инвалидность то есть на его уход тратится меньше времени и денег не вы видели да ребенок был с тцп он не он не может стоять на ногах и не может ходить потому что напряжены мышцы которые мы сегодня расслабили и ребенок начнет стоять на ногах и ходить это очень важно для родителей для самого ребенка потому что там ребенок интеллектуальный очень смышленный ему 13 лет семинар заинтересовал не только неврологов но и реабилитологов так как им важно знать как работать с пациентами прошедшими ботулинотерапию среди них могут быть и совсем маленькие дети так как препараты на основе этого токсина применяются с двух лет и практически не имеют противопоказаний любому пациенту любому у которого есть симптом повышенного тонуса это могут быть детки и препараты ботулотоксина зарегистрированы от двух лет это до бесконечности это пациенты самого пожилого возраста в плане так как препарат остается в той мышце в которой мы его колем мы даже не спрашиваем пациента что у него с сердцем с печенью с почками если у него аллергия если у него какие-то нежелательные явления потому что данный метод на это никак не влияет и если мы говорим о безопасности наверное это один из тех методов которые в умелых руках действительно максимально безопасен для неврологии ботулотоксин стал надежным помощником почти полвека назад в абхазии этот проверенный временем метод только только начинает применяться и как надеются врачи будет признан на государственном уровне 25 декабря в 18.00 в абхазской государственной филармонии имени гумба состоится отчетный концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца республики абхазии государственный ансамбль представит программу в которой прозвучат народно-абхазские песни среди них гудисов вдова шуточная песня рафида ритуально-героическая скале и другие также будут представлены абхазские народные танцы вокально-хореографические картины абхазская свадьба танец с бурками хороводный танец ауращ ежегодные театрализованные новогодние представления для детей соотечественников сотрудников погрануправления фсб россии в абхазии посольство россии проходит в доме москвы 12 и 13 декабря подробности в репортаже марианны котовой научиться добру помощь нужна нам ребята ребят я предлагаю послать какого-нибудь сказочного героя и пусть он нам поможет стать добрее тетрализованное представление у центральной елки с артистами интерактив с детьми аниматоры и вручение подарков стали обязательными пунктами празднования нового года в доме москвы каждый из этих ребят получил отдельное приглашение для них билет на елку стал поощрением за хорошее поведение прилежную учебу маленькая мая весь год слушалась родителей поэтому дед мороз пригласил ее на свой праздник началось это все еще с ожидания когда мы получили пригласительный билет то есть дед мороз подарил за то что она хорошо себя вела мы все время проговаривали что вот ты молодец ты слушаешься поэтому дед мороз тебе такой взял подарок ну и сегодня конечно же я сейчас смотрю на нее там полный восторг учат доброте очень интересный сценарий добрые слова ну я считаю что это именно то что нужно нашим детям между тем задача организаторов московской елки в сухом и порадовать не только детей но и взрослых родители тоже верят в чудо и тоже заслужили капельку волшебства всегда делается акцент на добро на дружбу на веру в чудеса потому что дети они остаются детьми и мы взрослые точно такие же дети нам хочется сказки нам хочется счастья и когда видишь как радуются дети приходя к нам конечно мы вдохновляемся на следующий год на каждый год нам хочется придумать еще что-то более грандиозное более красивое мы честно стараемся хотим чтобы взрослым тоже было приятно у нас находиться мероприятие организовано при финансовой поддержке правительства москвы департамента внешнеэкономических и международных связей города москвы и московского дома соотечественника благодаря этой поддержке удалось организовать большую праздник с аниматорами фотозонами и сладкими подарками мариана готова и на лагуха вам абазатовая спорт дмитрий палаван за стал победителем московского областного турнира по боксу имени заслуженного тренера рсс сергей ломакин и заслуженного мастера спорта ссср виктора быстрова дмитрий также стал обладателем специального приза лучший боксер турнира сообщает госком спорт дмитрий также стал победителем московских областных соревнований памяти заслуженного тренера россии невского в долгопрудном команда республиканской детской юношеской спортивной школы игр крылья абхазии по баскетболу стала серебряным призером открытого турнира среди девушек 2009 годов рождения памяти первого директора дюж с города ейска судьи всесоюзной категории лукьяненко лучшим игроком турнира признана диана беби тренирует команду дмитрий чартия помощник тренера анастасия ярошенко два первых и три вторых места заняли абхазские спортсмены на всероссийском турнире по тхэквондо мфт московский вызов аркадий саркисян и давид качканян заняли первые места даниил миносян давид качканян и аркадий саркисян завоевали серебряные медали тренирует спортсменов нукзар торчинава и президент федерации тхэквондо отар гуго внимания света не будет 13 декабря с 10 до 15.00 будет прекращена подача электроэнергии в некоторых районных столицы мупс уэс администрации города сухум проводит доводит до сведений потребителей электроэнергии что 13 декабря в связи с проведением работ групп черномор энерго на подстанции сухум-1 будет прекращена подача электроэнергии в некоторых районах столицы район рынка центральная часть города старый поселок частично улице аргун семерджиева эшбэ район суи завершение выпуска прогноз погоды в среду 13 декабря в абхазии ожидается облачная погода с прояснениями временами дождь разной интенсивности и продолжительности местами дождь с градом гроза в горах снег атмосферное давление повышенный нестабильные ветер умеренный температура воздуха ночью 5 10 днем 7 12 температура морской воды плюс 14 волнение морской воды умеренно и значительное относительная влажность воздуха 60 80 процентов на этом пока все за развитием событий следите вместе с нами до встречи